Далее мой коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. Сотрудники МЧС и Центра помощи пропавшим детям побывали в школе номер 23 Южно-Сахалинска. Они рассказали о правилах пожарной безопасности и как вести себя, если потерялся. На второй день школьников ждала экскурсия в пожарную часть. Им показали боевку и дыхательный аппарат, дали посидеть в кабине пожарного автомобиля. В Южно-Сахалинске подвели итоги фестиваля для детей-инвалидов «Невозможное возможно». Творческое задание в виде создания мультфильма выполняли детсадовцы из областного центра, Сахалинских районов, а также Благовещенска, Белорусского Гродно и Донецкого Шахтерска. Призы и подарки получили все участники. Ярмарка недвижимости прошла в Южно-Сахалинске. Застройщики предлагали островитянам квартиры со скидками. Представители банков рассчитывали для них размер ипотеки и предлагали подписать договор. В мэрии хотят сделать мероприятие регулярным. Это важно для обладателей жилищных сертификатов, которые надо успеть использовать. Завершилось первенство Сахалинской области по волейболу среди мальчиков и девочек 2011-2012 годов рождения. Играли 10 команд из Южно-Сахалинска, Анивы, Шахтерска и Ноглик. У мужчин победила сборная номер один спортшколы областного центра. У девушек не было равных изумруду из Южно-Сахалинска. Федеральная номер земля. Федеральные номера. Быва фэйты в день.